Бежать от мирской суеты, на гору Афон. Освободиться от тревог, бесконечных дрязг и гордыни. Православные монахи из Греции, России и других частей света живут и молятся здесь уже более тысячи лет. По крайней мере, так было до сих пор. Монашескому братству с недавних пор угрожает конфликт, разгорающийся за пределами Афона. Этот корабль ходит сюда ежедневно. На Святой Берег разрешено ступать лишь мужчинам. Сюда приходят в гавань Уранополиса, рыбацкой деревушки, недалеко от Святого Афона. Здесь посетители получают визу, которая нужна для посещения монастырей. Тут же продаются и билеты на корабль до святых мест. Среди паломников только греки и русские. Они огорчены, ведь их патриархи в ссоре. Причина тому – Украина. Константинопольский патриархат выступает за независимую украинскую церковь. РПЦ этот вариант отклоняет. Более того, теперь представителям Русской Православной Церкви запрещены совместные богослужения с представителями Константинопольского патриархата. Это распространяется и на Афон. Мы не можем не послушать церковь мать, поэтому будем просто молиться, будем просто посещать святые места, а служить будем дома. Из Уранополиса до бухты Афона-Дафны на катере идти еще около часа. На борту греки, славяне, американцы и арабы. Миряне и церковный люд. Нас подобрали и везут в греческий монастырь Симона Петра. Многие бесценные иконы и святыни в греческих монастырях – в прошлом подарки русской знати. Царская Россия столетиями помогала Греции, притесняемой Османской империей. Но даже когда речь идет о разных православных поместных церквях, в вопросах веры все едины. Ситуация же с украинской церковью прежде всего связана с политикой и властью, говорят здесь. Национальность монахов на Афоне никогда не играла большой роли. Мы на пути в монастырь святого Пантелеймона, где живут русские и украинские монахи. Там мы встречаем православного священника из Чехии. Что он думает о церковном споре? Отсюда тоже идут молитвы к Господу усиленные, чтобы Господь устроил жизнь православной церкви так, как нужно. Должны ли русские паломники вместе с греками совершать благослужения? Каждый должен делать по своей совести. Голос совести – это голос Божий. Чтобы продолжать путь, нам нужен следующий корабль. Ждем у кассы два часа. На судне якобы может не хватить места. Но мы все же получаем билеты, как и все остальные. Опасения были напрасными. На борту встречаем русских и украинских паломников, которые планируют посетить монастырь. Теперь они думают, должны ли они принять участие в богослужении. Знаете, это личный вопрос каждого христианина. И в этой ситуации каждый решает для себя сам. Ну, если говорит владыка, соответственно, для людей, которые находятся на службе в РПЦ, наверное, это прямое указание, которое подлежит исполнению. А для мирян это уже как бы вопрос веры и души. Наконец, мы сходим на берег и с удовольствием соглашаемся на предложение нас подвезти. Мы едем к одному русскому монаху, который живет в отдаленном районе Афона. По пути туда видим, чем живут монашеские общины – деревообработка и виноделие. Многие большие монастыри Афона переполнены. Все больше монахов становятся отшельниками. Вот и отец Николай уже более 30 лет живет на Афоне. Он жалеет о разладе между РПЦ и Константинопольским патриархатом. Но перед камерой предпочитает молчать. Мы разворачиваемся обратно к Уранополису и встречаем Дина, как он сам себя называет. Раньше он был водителем такси в Дюссельдорфе. Сейчас реставрирует монастырь, держит улья и оливковую рощу. Греков и русских тысячу лет связывала дружба. Она навсегда останется. То, что делают политики, что делают оба патриарха, на это я внимания не обращаю. Мне нет до этого дела. Во время спора по поводу Украины, миряне и монахи пытаются сфокусироваться на хорошем, в сложной ситуации. Они ищут примирение и выступают против разжигания национальной розни. Политики и патриархи многому могут у них поучиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok